Добрый день! Мы вновь в книжном клубе «Бук Толк». Я Наталья Иванюшева, живую, работаю в Ижевске. Люблю читать с детьми книги вне программы. Добрый день! Я Ирина Добрынина, живу в Новосибирске, учу детей и всё так же люблю читать книжки. Мы сегодня говорим о Даниэле Пинаке и его повести «Собака-пёс». Второй писатель, чью книгу мы обсуждаем сегодня, вновь наш коллега. Ну, случайно. Однако, показательно. Очень редкий факт, правда? Да, очень редкий. Ученики порой не знают о других талантах своих учителей, но если знают, то гордятся. Я, кстати, открывал герой Гэри Смита, если ты помнишь. Да, да, да. В учителях, что они ещё и улыбаться умеют, а вообще что-то знают. Да, да, да. Ну, вот буквально два слова о Пинаке. Он родился в 1944 году в семье военного детства, провёл в военных гарнизонах французских колоний Африки и Юго-Восточной Азии. Ну, конечно, это отразилось на его творчестве. Кто прочитал несколько его произведений, тот поймёт. И вот он получил высшее педагогическое образование и четверть века поработал школьным учителем в городе Сосу, недалеко от Парижа. И там же во время своей практики он составил для учеников декларацию прав читателей. Да, в 2005 году появление его книги, не первой, кстати, изданной его книги у нас в России. Эта книга была как роман. Наверное, это была такая совершенно удивительная книжка, которая, ну, если не произвела впечатление разорвавшейся бомбы, тираж её был не очень большой. То, по крайней мере, это была первая книжка, где очень живо и очень лично рассказывалось о том, как приучить детей читать. Точнее, как вернуть им вкус к чтению, старательно с точки зрения автора, отбитой взрослыми из педагогических соображений. Причём речь ведь шла об французской программе, о французских авторах. Но вдруг оказалось, что у французских детей проблемы те же самые, что и у наших. И, наверное, со времён книжки Джани Радари «Грамматика фантазии» и «Как полюбить ребёнка» Януша Корчика, мы не читали вот такого вдохновенного произведения, которое называли и учебником, и сборником рецептов. Ну и, конечно же, самое ценное в нём пряталось внутри, а это именно были вот эти самые права читателя, неотъемлемые права читателя, это был такой биль о правах читателя, мы ещё сегодня их назовём. И методика, которую предлагал Пинап своим ПТУшникам таким, с которыми он работал, это была методика, в общем, довольно простая. Как вернуть интерес к чтению? Он спрашивал своих детей, кто не любит читать. 35 детей поднимали руки, отвечая на этот вопрос. Учитель открывал книгу, допустим, парфюмера, и просто читал. Он не спрашивал, что они поняли, он просто читал, и, как пишут некоторые в отзывах, возвращал похищенную радость чтения. Но те, кто воспринимал этот сборник в качестве рецептов, казалось, они до банального просты. То есть я помню на гребне тогда поднимающегося неинтереса к чтению, который мы уже тогда переживали, а сейчас переживаем в десятикратном размере, казалось, вот читай, воплощай и так далее. Сам Пинак, например, не боялся признаваться, что в детстве на одном дыхании прочел роман «Война и мир», потому что его брат рассказал ему буквально в краткой формуле. Это про девушку, которая любила одного, а вышла замуж за третьего. Он пишет, избавьтесь от формулы, надо читать, и радость вернется. Но все же книжка Пинака, конечно, не сборник рецептов. То самое ядро замечательное, связанное с десятью правами читателя, где каждому из них посвящена главка. У читателя есть следующие права – не читать, перескакивать, не дочитывать, перечитывать, читать, что попало, читать, где попало, а также право на баваризм, право читать слух и право втыкаться, и, наконец, молчать о прочитанном, вступили в противоречие с практикой школьного чтения и школьной программы. Я так думаю, что до сих пор, открывая это удивительное признание, наверное, человека, 25 лет проработавшего в школе, учитель, радуясь этому открытию, невольно разводит рука. А что с этим делать? Можно ли это реализовать? Я знаю мнение некоторых учителей, которые говорят, что это детям показывать нельзя. Если они это прочитают, они тут же будут требовать своих прав. Но они ими и так пользуются. В общем, наверное, это совершенно... Скорее всего, это опасаются именно российские преподаватели. Я думаю, что не только. Я думаю, что не только. В большинстве. В большинстве. Мы это хорошо понимаем. Да, да. Потому что только в нашей стране предмет литературы – это прям предмет, и обязательно предмет. Именно поэтому. Но для меня в этой истории, вот с книжкой как роман, самое главное – это умение живо рассказать о процессе чтения, проанализировать это. И задать читателю и учителю, в первую очередь, много-много вопросов. Вот когда на эти вопросы ищешь ответ, тут, наверное, и получается вот это движение методическое, человеческое и выстраивание с детьми коммуникации. Мы же, наверное, сегодня оттолкнемся от тезиса «Читай, что попало» и выбираем две, в общем, взрослые учительницы детскую книжку, которая называется «Собака-пес». Да, вот, кстати, «Право читать, что попало» – я вот им точно пользуюсь на занятиях, за что и иногда бито бываю. Такая история, да, что я вот не те книжки с детьми читаю, но на поверку оказывается, что, в общем, они хорошо действуют на детей. И наш с тобой, действительно, выбор, наверное, обоснован вот этим правом. «Право читать, что попало» – мы свободны в выборе, и на этот раз выбрали «Собаку-пса». Да, книга… Это еще важная огромная симпатия к пену. Да, да, да. Да, вот есть что-то такое, что очень привлекает… Да, книга, конечно, не нова, хотя мы вот в первой программе с тобой заявили, что будем читать современные книжки. Она не нова, написана была в 1982 году, но переведена-то в России как раз в 21 веке, в 2003 году. Так что будем считать ее новой. Мне бы хотелось начать с посвящения. Я удивлена. Вообще, когда берешь книгу в руки и читаешь и название, и посвящение, всегда посвящение какому-то лицу. Здесь мы сначала читаем перечень кличек собак, то есть посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане и так далее. Их огромное количество. И с послесловия узнаем, что, оказывается, эти собаки жили у Пинака, некоторые были друзьями его собак. В приписке есть там и такие слова, что всем вообще собакам посвящается, и это удивительно. Но самое важное для меня в этом посвящении – последние слова. Всем собакам, оказавшим в ней честь своей дружбой. Вот на что настраивает такое посвящение? С моей точки зрения сразу расставлены какие-то приоритеты. Собаки не просто главные герои и персонажи. Их отношение к миру, мне кажется, способна пробудить героев людей, собственно, читателя, желание пересмотреть свои принципы. Вот тебя на что настраивает такое посвящение? Ну, меня настраивает на многое, но я не собачница. Я скорее кошачка. Да, может, нет. Да, но странное чувство возникло после прочтения книг. Ну, книг про собак или написанных от имени собак прочитано было очень много в жизни. И это сначала показалось, ну, как бы вот одной из многих. Но странное дело, то, что внутри книжки подействовало на меня очень странно. Потому что вдруг ролики о собаках и кошках, котятах и щенках, я вдруг увидела несколько сыной точки зрения. Я сама себя этого не ожидала. Они вдруг мне стали неприятны, особенно тогда, когда хозяева одевали, обували собачек, завязывали им бантики, заставляли что-то делать. Потому что я как будто бы посмотрела на эту ситуацию изнутри. И это, в общем, означает, что автору удалось меня как читателя пронять и сказать мне что-то об этом, чего не говорил, может быть, никто. Вот, ну, наверное. То есть, когда мы читаем это посвящение, сразу пробуждаются какие-то действительно чувства, ну, или желание пересмотреть, может быть, свой взгляд на мир или какие-то принципы. И, кстати, вот это желание возникает уже с первой страницы, ну, у меня, во всяком случае, где мы знакомимся с героем по кличке Пёс, вот в русском переводе, в французском это иначе звучит, и, в общем-то, отправляемся с ними в путь. Если сказать в двух словах о чём повесть, то, мне кажется, Пёс, это о пути, где Пёс пройдёт путь от свалки в Ницце, где он родился, до респектабельной квартиры в Париже. И путь этот, конечно, полный там приключений, драматических, опасных, как и положено быть, приключениям, но обязательно с такими трогательными, смешными эпизодами, переживаниями. Мне кажется, это такой путь, где герой приобрёл больше, чем потерял. Ну, верных друзей в первую очередь. И вот здесь, когда пишут везде, спрашивают точнее, кому предназначается эта повесть в первую очередь, то вот российские издательства пишут, что повесть для среднего школьного возраста. Хотя читатели в оценках неоднозначны. Я думаю, что у нас с тобой тоже могут быть иные мнения. Некоторые даже вообще категоричны в своих суждениях, так как взрослых, особенно читателей, возмущает лексика, типа ублюдок. Между тем, повесть рекомендована для чтения в школе, министерстве образования Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады. Ну и, скорее всего, подобная лексика – это вольность даже в нашем переводе. Хотя мне сложно представить, чтобы собака со свалки выражалась интеллигентно, и нужно обязательно, чтобы герой, если это произведение для детей в первую очередь, вот говорила, несомненно, каким-то вот таким грамотным, правильным, хорошо поставленным языком. Итак, повесть о пути. Можно было бы пройти этот путь с девочкой Пом, но в повести в чем-то подробной, последовательно описаны этапы постижения мировозаконов именно с собакой. Вот зачем? Да, действительно, пёс проходит очень длинный путь, и путь проходит и герои-люди при этом. То есть, исследуя или представляя нам психологию собак, автор смотрит на мир глазами собаки и рассказывает о его устройстве, в первую очередь, глазами собаки, которая, во-первых, склонна к рефлексии, пёс очень склонен к рефлексии, так его воспитали. Во-вторых, он пользуется в жизни теми же приёмами часто, которыми пользуются люди. Ну вот мы склонны всегда очеловечивать своих животных, и кошек, и собак, и так далее, но здесь нет, наверное, очеловечивания, здесь есть только попытка проникнуть в его сознание и какие-то формулы обозначить. Ну, например, ему всегда претило подражать людям. Он людям даёт клички, точно так же, как люди даёт клички собакам, то пёс даёт клички людям. И, собственно, все люди, которые там встречаются, они обозначены, конечно же, не именами, а мы видим их его глазами. Огромное внимание автор уделяет запахам. Там целая глава есть, посвящённая вот этим запахам в жизни собаки. Ну, тут, я думаю, даже обсуждать ничего не стоит. Снам собаки, как спящие щенки или собаки, перебирая лапами, куда-то бегут, мы понимаем, что это, наверное, и подсказывает. Принципом, как люди выбирают собак. Ну, я думаю, очень узнаваемые. Равно, как и вот эти грубые слова, которые обращены к собакам. Потому что никто бродячую грязную собаку, наверное, таким ласковым словом, или очень многие ласковым словом назвать не могут. Ну и вот принцип, да, а этот уж больно страшён, никто на него не польстится. Но самое большое внимание автор уделяет тому, что называет искушениями, радостями и опасностями собачьей жизни, которым его подготавливают разные встреченные на пути собаки, но и люди в том числе. И первое, кто встречается на пути маленького щенка, это будет собака, как он её именует, черная морда. Она формирует в нём представление об этих опасностях, радостях и искушениях, и он вспоминает их на протяжении всей повести. Первое, как первый принцип, который она завещает ему, она говорит, открыл глаза, так пользуйся, гляди его оба и учись быстрей. Дальше. Она учит его смелости, увертливости, отношению к людям. Будь осторожен, люди непредсказуемые. Нерешительность смертельный враг всякой собаки. Если ты принял решение, никогда не поворачивай обратно. В жизни сила ничего не значит. Главное – увертливость. Ой, вот это мне интересно. Потому что он это вспоминает, как буквальное, физическое, увернуться от машины, палки, грозного какого-то прохожего и так далее. Но потом мы обнаруживаем в псе еще задатки философа. Он размышляет о жизни, о счастье, о смерти. И открывает для себя какие-то истины, но очень по-собачьи. Есть, конечно, моменты, в которых он проявляется как человек. Но, наверное, не можем мы избежать этого. Но все же, вот пёс-философ, я думаю, что среди наших питомцев такие тоже встречаются. Ну а как избежать, если пишет этот человек, что не может прямо на 100% перевоплотиться в область. Вот, по сути, здесь в повести, в этой, на разных этапах этого пути герой попадается какой-нибудь такой мудрённый жизненным опытом собачьей жизни пёс и учит его чему-то. Вот на первом этапе это была чёрная морда и давала такие жизненные рекомендации, с которыми, ну просто, можно маршировать по жизни и человеку тоже. Вот в прямом смысле слова. Я тоже про это думала. Правильно? Вот про решительность там, где вот говорит она, если ты принял решение, никогда не поворачивая обратно, мне кажется, так современно для нас, живущих сейчас, людей, это звучит, потому что и нет времени лишний раз исправлять что-то, поэтому лучше подумай и делай. Если уже, да, состояло что-то, так вот ты выполни это, а потом уже посмотри, куда двигаться дальше, потому что действительно нерешительный, смертельный враг не только всякой собаки с точки зрения героини, вообще и для человека в том числе, правда же? Да, но я думаю, что в этом какой-то и определённый воспитательный пафос этой книги, не хочется произносить таких слов, но приходится. Да, потому что очень много сформулированных принципов жизни. Все ли они подходят человеку? Ну, конечно, нет. Нет, мы не успеем. И тем не менее, это, в общем, это, видимо, свойство Пиннака вот так воспитывать своего читателя, так вот опосредованно, всё равно как бы вот капля камень точит. И здесь это вот такое, наверное, вот его художественное свойство. Достоинство. А может быть, человека, да, который я рассматриваю только как достоинство. Где-то посередине пути, когда герой уже жил в Париже и покидает квартиру Порт, ему на пути встречается Гиеныч. И если ты посмотрела на мир, вот так скажем, с точки зрения чёрной морды выбрала принципы, я выбираю Гиеныча. Такая философия, которую я тоже покорила. Я возьму прямо вот книгу в руки. 22 глава. Если вдруг кто-то захочет заглянуть в книгу сразу, говорит, 22 глава. И мне нравится, что начинается с представления, что Гиеныч – это непростая личность, что он обожал розыгрыши, разыгрывал всех подряд при любых обстоятельствах. И не всегда эти розыгрыши отличались хорошим вкусом. Да ещё его леденящий душу смех. Однако никто на него не обижался, потому что его все ценили за доброту. Это такой страшный пёс внешний. Он сам про себя тоже говорил, что отпугивает внешностью всех вокруг, но при этом такой добрый внутри отправляет нас к известным прорячьим сюжетам, мне кажется, отнюдь не собакам, но вот существам. Я когда читала эти страницы, существам типа Квазимоды, допустим, и другим. Мне понравилось отношение Гиеныча с хозяином. Вот такая искренняя настоящая дружба и то, как хозяин его изображал. Хозяин увлекался скульптурой и создавал портреты Гиеныча. Особенно бросалось в глаза в его работах, как удавалось передавать мудрость Гиеныча. Отвагу, беззаботность, страсть к розыгрышам. Из-за всем этим какую-то грусть, которую сразу определил пёс, попав к ним на квартиру. Сложно перетать, но вот к ним гостям. И после «Чёрной морды» и Лохматова, ещё одного героя, с которым пёс встретился в собачьем питомнике, Гиеныч научил его всему. Пёс так и говорит. Он научил его всему, всему, чему не успела научить «Чёрная морда». Поэтому от тебя переход прямо очень хороший. Ну, я буквально вот два, наверное, момента выделю. Во-первых, Гиеныч рассказал ему о людях, о людях и собаках. Если, например, человек хочет тебя ударить, говорил Гиеныч, что ты сделаешь? Вопрос, который отсылает к Маугли, я бы сказала. Как надо себя вести в джунглях, жить по какому правилу? И на все замечания пса Гиеныч ответил. Нет, надо сесть, сделать самую идиотскую морду и смотреть на него, то есть на человека, склонив голову на бок, одно ухо свесив, а другое поставить торчком. И, кстати, это срабатывает не раз. Ну, то есть быть милым и добрым по отношению к другому, тогда тебе вот... Тогда он тает, очень просто, делается кротким, как негнёнок, действует безотказно, даже на самых знающих. И ещё я бы одно выделила, что касается прямо вот отношений между людьми, а не только между животными и людьми. «Надо уметь сделать так, чтобы тебя захотели». И, не знаю, это издательский знак, вот у меня издательство «Самокат» или это знак «Пинако», но эта фраза выделена курсивом. «Сделать так, чтобы тебя захотели». И, по сути, это некая такая отсылка, с моей точки зрения, к маленькому принцу, к эпизоду с Лисом, когда речь идёт о приручении, о забытом слове. Лис говорит, что приручить – это забытое слово, но объясняет маленькому принцу, что суть приручения в том, чтобы установить узы. И вот Гиенович ведёт пса смотреть, наблюдать за детьми, чтобы потом псу понять хорошо пол. Как эти дети переходят из одного состояния пола? Перемешанные. Да, перемешанные, совершенно верно. И такое наблюдение, это вот прям глава следующая, 23-й, наблюдение за детьми, это прям огромный опыт, это такая мудрость жизни. Наблюдай и делай выводы для себя. Прямо вот, не знаю, ни с чем не поспоришь. И вот здесь, когда мы с тобой говорим о принципах жизни с точки зрения собаки, или как они там соотносятся с человеками или нет, возникает невольный вопрос, сама эта поясь Пинака, можно её назвать исследованием психологии собаки или психологии человека? Вопрос-то неизбежно возникает. Да. Это очень сложный для меня вопрос тоже, потому что о нём говорить можно долго. Именно в связи с появлением Гиеновича возникают его размышления о счастье, что это такое. И звучит эта замечательная формула, он мне не хозяин, он мне друг. Кем человек является для собаки? Другом или хозяином? Вот, видимо, для пса это будет самым главным. И вся эта история могла бы закончиться тем, что псу хорошо у Гиеновича, и, в общем, мы, читатели, радуемся, что пёс обрёл своё жильё и близких людей. Нет. Он движется дальше. И, наверное, всё-таки Пинака интересует и то, и другое. Люди глазами собаки, ну, кто об этом только не писал, да, писал и Чехов, писал и говорил Троепольский, и Польский, и кого только здесь мы можем не назвать, и Константин Сергеенко в своей знаменитой повести «До свидания, враг, бродячих собак». Вот. Но здесь всё-таки есть вот какие-то другие грани, и я думаю, что даже разделять, наверное, не имеет смысла, потому что, ну, как человек без собаки или человек с собакой, и психология у них не одна на двоих, да, а это психология и пса, и собаки, и если они совпадают, значит, возникает абсолютная дружба, вот то самое ценное, что называет Гиенович в разговоре с псом. Пожалуйста. Вот я бы тоже не разделяла, поэтому у меня вызвало недоумение вопрос, который обсуждается в блогах, где, ну, в блогах, посвящённых этой повести. Некоторые читатели советуют рассматривать этот роман как руководство по уходу за домашними животными. Вот вообще, возможно ли такой взгляд на книгу? У меня такой взгляд и такая позиция вызвала недоумение, хотя, конечно, каждый волен высказывать своё мнение и обосновывать его, но смотреть на это произведение как на справочник по психологии или как на руководство по уходу за домашними животными, мне кажется, ну, вот смысла нет, потому что это художественные произведения. И, кстати, вот с точки зрения художественности история Гиеновича и хозяина, которую он называет кабан, по внешнему сходству, мне кажется, устраивается параллельно с отношениями пёс и семья пом. Вот они для пса не просто хозяева были, а просто вот деспоты, отстранённые и отчуждённые. И каковы отношения? И девочка тоже. И девочка тоже в самом начале, да. Неизбежно возникает эпизод, который опять отсылает к маленькому прессу, когда пёс, испытав счастье, живя вместе с Гиеновичем и кабаном, сбегает их именно на пике этого счастья и возвращается к пом, но как он возвращается? Вот он приходит к школе, ждёт, следит, смотрит, и когда он её видит, он, по сути, поступает как лис, только так более драматично, да. Вот он даёт ей понять, что не просто нужно сохранять дистанцию, а что нужно сделать для того, чтобы эта дистанция сократилась, и чтобы действительно человек и собака стали друзьями. Это прямо вот такой для меня очень сильный был момент вот в этом эпизоде. Но всё равно я не вижу здесь никакого руководства. Поступай так, и пёс ответит тебе любовью. Я боюсь, что те комментаторы, которые вот это сформулировали про руководство, они просто не знают, как называются книжки такого рода. То есть на самом деле для них, видимо, очень персонально, да, вот как для меня, к примеру, да, вот моя реакция на эту книжку. Это, конечно, не руководство, это даже не руководство по психологии, а это что-то большее, что лицатель говорит читателю о жизни собаки, её характере, психологии и так далее, что, в общем, настраивает на какие-то ожидания тех, у кого собаки ещё нет, и, может быть, прочищает мозги тем, у кого собака уже есть. Это первое. И второе, мне, например, очень важным показалось, что в сюжете книги не люди спасают собаку, а собака спасает людей. И это неожиданный финал, и финал, который, но мы ещё обсудим, как бы реальное и фантастическое, который очень хороший урок преподносит читателю, который погружается в эту историю. Обнаружили в аннотации к этой книге написано так. Фантастическая, одновременно правдивая история, рассказанная французским писателем Даниэлем Пинаком, и каждый читающий книгу вот эта фантастическая книги выделяет, конечно, сразу. Ну, понятно, думающая, говорящая собака, формулирующая принципы жизни, это уже приём старый. Но собаки, другие собаки, не только сам пёс, в этой повести знают то, и непонятно откуда, что вызывает вопросы. Ну, например, они знают о постановлении муниципалитета, о санитарном состоянии города, они знают о журналистах и телевизионных передачах, гримерах и софитах, о мэре, о туристах, вообще, о социальном устройстве общества. Они всё это знают. Но, предположим, это можно как бы оставить на какой-то художественном замысле писателя, но есть линия повести, в которую, ну, честно говоря, я не очень поверила и не очень до сих пор поняла, может быть, пройдёт время, и до меня дойдёт. Линия связанная с котами и собаками. Коты, живущие на кладбище, живущие таким, как бы, отдельным сообществом со своими законами и правилами, помогают псу отомстить своим бывшим хозяинам. Но он думает, что бывшим, на самом же деле, всё будет совсем не так в финале. И вот эта история мести и того, как это описано, не вызвала у меня симпатии, а вызвала как раз недоверие и вопросы. Ну, понятно, может быть, это действительно слабое место повести, может быть, автору не очень свойственно обращаться к жанру фантастики, пусть даже такой, но вот это не вызвало у меня как бы таких свидетельных чувств. Хотя разрешение, хотя разрешение этой истории мне, по сути, очень понравилось, вот, которую я сказала, да, что уже не люди спасают собаку, а собака спасает человека. Спасает людей. Вот, наверное, не у тебя, но у меня вот тоже этот эпизод, и, скорее всего, единственный, который вызвал... Собак доверия. Ну, да, если мягко так сказать, на самом деле, я, ну, прямо так вот читала и отворачивалась, мне он вообще показался таким чужеродным элементом, ну, вот совершенно ненужным. Если говорить о сюжете, вполне помочь отомстить, если уж так хотелось бы, закон вместе реализовать, могли бы и собаки. вообще может быть, как говорят у самописателей-фантасты, иногда, помимо их воли, какие-то ответвления сюжетные уводят их куда-то, с чем они не могут сами совладать. И такие элементы возникают, и они стараются их как-то обработать и закончить, но признают, что иногда это и неудача. Я не знаю отзыва самого Пинака по поводу вот этого эпизода, как, впрочем, и такой основательный, какой-то его, основательных его комментариев, потому что написано это было все-таки давно, когда еще интернета не было, а сейчас он уже об этом просто и не говорит. Но вот что касается самого вопроса удачи или неудачи Пинака соединить реальное и фантастическое, вот я считаю, в целом, исключая вот этот эпизод, я считаю удачей. Ведь восприятие фантастического от чего зависит? От нашего по сути отношения к ней, то есть к его сути фантастического, то есть к степени реальности и там нереальности. То есть от нашего верю-не верю. Вот принимаю я эту историю, она для меня правдива. Не принимаю, оно остается какой-то фантастикой, то есть такой синонимом выдумки и бреди автора. Ну, если с обывательской точки зрения читательской смотреть на это, может даже вызовет и скептическую реакцию, как у многих читателей, которые не советуют читать эту повесть вообще. И вот взрослому в этом плане сложнее, чем ребенку, который, как и в прошлые эпохи, верит в чудесное. Поэтому история пома, девочки и пса для ребенка правдива и цена этой правды. Ну, вот для меня, поскольку вот фантастика, как известно, соединяется еще с иронией, там, с грустью, с трагедией и так далее, то есть с очень сложным комплексом переживаний и ощущений, она позволяет любому автору, кто встает вот на этот путь, взять, пригласить в герои животное, позволяет ему передать, а нам, соответственно, испытать очень сложные переживания. Может быть, поэтому так сильна традиция писать от имени животных, и может быть, поэтому и есть в большей степени это удача любого автора, нежели провал. Ну, отдельные эпизоды и пусть. И, кстати, вот про традиции. Я, кстати, спросила у своих пятиклассников, четыре человека у меня читали эту книжку летом, вот, и они как раз, я спросила их об этом, поверили они и сказали, все, поверили. Ну, должна же была восторжествовать, сказали они. И этот наивный взгляд, наверное, в общем, вполне можно принять. То есть, я понимаю, что у нас очень разное восприятие, но вот здесь такая часть... Вот взрослому труднее... Я, видимо, более рационально подхожу к истории сюжета. Не только ты, мне кажется, вообще, в целом взрослый, который перестает верить в чудеса, ему и сложнее принимать такие сюжеты, какие-то сентенции и так далее. Отсюда возникают такие порой, я бы сказал, категоричные суждения, не читайте, и вообще зачем об этом даже писать. Мы как раз призываем читать. Да. Но между тем традиция действительно писать от имени животного очень сильно. Вот начиная с гофмановского кота Мура эта традиция не прервалась, и в наши дни писатели выбирают животных, причем чаще именно котов, и предлагают посмотреть на мир их глазами. Кстати, эти истории всегда как фантастичные, так и правдивые. Вот, например, молодой совершенно автор Григорий Служитель написал роман «Дни Савелия». Это его первая и пока единственная книга, и к ней Евгений Водолазкин написал интересное предисловие. Читая «Дни Савелия», пишет Водолазкин, ловил себя на мысли, что в этом романе автор стал полноценным котом. Занятие для столичных жителей не характерное, можно сказать, экзотическое, а вот для писателя очень важное. Своим романом, продолжает Водолазкин, он доказал, что отныне может перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие в портере, будем затаить дыхание, следить за его превращением. Будем плакать и смеяться, и радоваться тому, что в нашей литературе появился такой Савелий, ну и такой Григорий, конечно, добавляет Водолазкин. Я была заинтригована высказыванием именитого писателя, прочитала роман по рекомендации Елены Владимировны Бузиной, а потом мы решили написать служителю и попросили ответить на вопрос, чем интересен его код Савелий, и почему мы должны, живя в 21 веке, посмотреть на мир его глазами. И вот, что он нам ответил. Здравствуйте, меня зовут Григорий служитель, я автор романа Дни Савелия, меня попросили ответить на вопрос, почему главным персонажем в своей книге я выбрал кота. Ну, тут все на самом деле довольно просто. С одной стороны, я ни в коем случае не собирался соревноваться со своими великими предшественниками, Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, например, одним из моих любимых писателей, его, Котом Муром, хотя это не моя любимая у него книга, моя любимая Эликсир Дьявола. С другой стороны, я не собирался как бы обогащать вот этот сегмент современной литературы, связанной с животными, особенно с котами. У меня роман, скорее, вы знаете, московский. Я думаю, что главный персонаж, как ни странно, в книжке не Савелий, а, собственно, Москва. И тут сложилось очень много разных обстоятельств. В первую очередь, я действительно очень люблю котов. Это чистая правда. Тут мне не надо было себя обманывать. С другой стороны, я очень люблю Москву. И мне нужен был персонаж, который будет выполнять, извините за такие слова, но все-таки, наверное, функцию. Он будет трикстером, он будет посредником между читателем, авторским голосом и декорациями, в которых разворачивается действие. То есть, я говорю о Москве. И в этом смысле мне показалось, и мне хочется думать, что я оказался прав, что вот это существо, которое до некоторой степени антропоморфное, это такой антропокот или котаантроп, он, конечно же, не совсем кот, он лучше всего подойдет для этой роли. Он с его высоты, с его ракурса позволит нам отстраниться, позволит нам посмотреть на происходящее в нашем современном мире под каким-то особенным, своим собственным, никому кроме него недоступным углом. Вот, собственно, поэтому я и выбрал кота. Ну и, наверное, завершая наш разговор о замечательном, замечательной повести Даниэля Пинака, мы откроем послесловие автора. Это тоже такое довольно личное обращение к читателю, внутри которого есть самое главное, что он хочет сказать своему автору, говорит своему автору. И вот я просто процитирую, дорогие друзья, для того, чтобы, я думаю, сердце ваше дрогнуло, и вы пошли открывать эту книжку. Это примерно все, что я хотела сказать. Ах, да. Одно все-таки добавлю. Если вы решили связать жизнь с собакой, это именно на всю жизнь. Собаку не бросают. Никогда. Зарубите это себе на сердце, прежде чем завести пса. Да. Вот, а я... Минутка. Да. И я добавлю, что после слоя я выделила для себя три мысли. И к последним твоим словам добавлю, что уважение к несходству и есть основное правило дружбы. Поскольку действительно это повесть о дружбе, то не надо бояться несходства. Это только укрепит... Да, это только укрепит дружбу. Желаем вам приятного прочтения. Желаем вам хороших книг. Желаем вам читать, что попало, втыкаться и использовать неотъемлемые права читателя на сегодняшний день. До новых встреч. До новых встреч. Бук-толк. Бук-толк. Значит, будет толк. Бук-толк. Бук-толк. Конечно, будет толк.